приветствую зрителей на канале с вами смайлсик и мы продолжаем проходить школьную версию сибот 4 и на очереди у нас глава классы здесь его два упражнения и в отличие от предыдущей главы где у нас было целых пять листов на эти два упражнения здесь у нас всего два листа и каждый из них посвящен определенному упражнению к первому листу будет привязана теоретическая часть а к второму уже экзамен потому что вопрос в там кому немного что касается теоретической части она у нас находится в той же части где переменные и здесь класс рассматриваются в позиции просто составных переменных ну или сложно здесь нам говорится о том что в предыдущих разделах мы рассматривали обычные переменные сложные перемены называются классами сам класс состоит из нескольких простых переменных также он может заключать себя и другие классы то есть может стоять из нескольких сложных переменных. Ну и далее в качестве примера нам предлагают использовать переменную, состоящую из двух значений. В качестве сложной переменной нам предлагают представить самую обычную дробь, у которой есть числитель и знаменатель. В данном случае числитель у нас 3, знаменатель 4. То есть мы несем сразу два значения по отдельности. Саму переменную нам предлагают почему-то записать вот так, хотя она в принципе принимает и безскобочное значение, то есть здесь нам показывают сокращенную запись при использовании конструктора, о котором мы поговорим только лишь последней главе ну и далее здесь нам поясняют что на самом-то деле мы не говорим какой-то сложной переменной на самом деле мы это называем классом но такой вариант более понятен и числитель и знаменатель в данном случае является атрибутами или свойствами класса также здесь есть сноска что сложную переменную еще называют объектом или экземпляром класса но на данный момент мы не будем этим всем пользоваться то есть я буду вести повествование исходя из того что это просто сложная переменная хранящая несколько значений все далее нам говорят что в пункте 7 объектно-ориентированного программирования мы можем определять свои собственные классы или типа объектов но или проще говоря мы в нем будем создавать свои собственные типы переменных то есть если нам недостаточно целых чисел каких-то дробных чисел мы можем создавать какие-то свои переменные абсолютно своих типов как мы их пропишем это будет уже отдельная глава посвящена объектно-ориентированного программированию и до нее мы еще доберемся то есть это вообще последняя тема здесь мы только лишь заглядываем в это и исходим из того что сейчас у нас добавится переменные новостроенных типов почему нас знакомят с этим здесь то есть уже в шестой главе мы чуть-чуть заходим объектно-ориентированное программирование с ученым того что здесь уже заложены два класса или два типа сложных переменных которыми мы уже можем пользоваться не создавая другие поехали дальше здесь как раз нам и говорят что у нас уже предопределены два класса уже заранее готовы мы можем пользоваться один из них это класс point именно сейчас мы и мы займемся следующий класс object мы затронем только тогда когда до него доберемся сейчас мы трогать его не будем разберемся с тем что же такое . или класс point этот экземпляр класса содержит координаты точки в пространстве то есть point это составной тип данных состоящий из трех компонентов x y и z каждый из этих компонентов имеет тип float то есть дробный x и y отмечают положение на карте а z обозначает высоту над уровнем моря не над уровнем земли а именно над уровнем моря и далее указанные два варианта задания переменной то есть мы можем обратиться по имени переменной и указать конкретный атрибут или свойства и сказать чему же она будет равно точно так же как мы обращались к обычной переменной делается это через точку для себя я это определяю как уточнение то есть я обращаюсь переменной и уточняю какой ее части или какому свойству этой переменной также есть второй способ задания это сокращенная запись при использовании конструктора объекта и пользоваться ей мы не будем потом я объясню как выглядит полная запись и мне больше понраву именно полная запись по крайней мере она говорит о том что же я создаю но знать об этом тоже будет не лишним но например в объекте подобная запись будет очень не информативной ну и хватит уже теории давайте посмотрим чему же мы научимся и в заметках для учителя указаны те вещи с которыми мы познакомимся во-первых нас познакомят с командой go to также здесь указано что это упражнение направлено на понимание трехмерной системы координат и далее идет небольшое пояснение и это больше похоже на просьбу но не обязательно к выполнению здесь говорится о том что команда go to достаточно умна и выполняет некоторые задачи самостоятельно то есть здесь робот автоматически обнаружит объекты которые находятся на его пути и спокойно их объезжает поэтому дальнейшее использование go to после этого упражнения можно либо полностью опустить то есть отказаться от его использования либо делать только в первой версии программы также здесь указано что сама функция go to работать не идеально и маршрут она ищет не всегда разумно но здесь не указано о том что go to в принципе может не сработать но опять же здесь не настолько сложная местность чтобы с этим возникли какие-то проблемы по крайней мере у меня ни разу не возникало таких ситуаций ну что ж примем правила игры будем писать первую версию программы при помощи go to а в дальнейшем будем ее переписывать при помощи других команд и в некоторых случаях здесь не будет никакой разницы но в каких-то упражнениях это действительно будет иметь место теперь давайте разберемся что же от нас требует как от учащегося и здесь нас сразу знакомят системы координат в которой говорится что положение каждого объекта который появляется всебот будь то робот батареек или космонавт можно указать при помощи трех координат и на рисунке показано что каждая точка в пространстве четко определяется координатами x y и z далее нам рассказывают про центр координат который каждая координата точки имеет значение 0 эта точка является пересечением трех координатных осей и называется началом координат координата x объекта указывает на сколько метров объект находится к востоку от начала координат если объект расположен в сторону запада от начала координата его координата x будет отрицательной точно также координата указывает насколько далеко к северу от начала координат находится объект а при отрицательной координате уже к югу но и z координата насколько высоко объект находится у нас над уровнем море а отрицательная соответственно ниже уровня моря до подводу можно будет опускаться но я думаю что вы и так это знаете ну в первом упражнении мы соответственно знакомимся с системой координат то есть для этого она у нас и созданным нас интересует само первое упражнение наша задача найти две точки отмеченные на карте начале упражнения робот находится в начале системы координат на высоте 1,25 метра. То есть его координаты будут равны 0,0 и 1,25. Далее нам говорят о том, что зеленые кресты направлены в сторону соответствующих сторон света. И в начале упражнения наш робот смотрит на север, то есть в направлении оси. И здесь нам нужно указать, какой оси. Но мы знаем, что север это координата Y. Далее нас спрашивают, какая из трех осей не может отображаться на плоскости. Ну я думаю, понятно, что это координата Z. Ну и далее вопрос, почему? Потому что она направлена перпендикулярно плоскости. На самом деле есть возможность построить координату Z. Но для этого нужно будет использовать не данные крестики, а крестики воздушных точек. И в данной игре они тоже есть. И почему ими пренебрегают здесь, не ясно. Наверное, потому что они в данном упражнении практически-то и не используются. Давайте запустим наше упражнение. И вернемся обратно в тетрадь. Между крестами ровно 1 метр. И мы можем ясно видеть, что робот имеет длину 2 метра и ширина у него точно так же 2 метра. Если нажать на робота мышью, то мы можем перемещать его при помощи клавиш управления стрелками, точно так же, как и космонавта. И пока робот будет двигаться, координаты нашего положения робота будут выводиться непрерывно. Если робот останавливается, то вывод исчезает через несколько секунд. Ну и далее здесь идут действия, которые мы будем выполнять уже непосредственно в игре. Если какие-то вопросы возникают, то мы будем обращаться снова сюда. Так, и вот наш робот. И мы спокойно можем перемещаться. Если я вращаюсь на месте, никакие данные не выводятся. Видно, что вот у нас ширина 2 метра. Длина у нас тоже 2 метра. И мы можем спокойно двигаться вперед. Причем мы четко видим, где у нас находятся точки, которые нужно будет найти. Вот у нас последний чекпоинт. И вот здесь место для Титана. Так, ну что ж, вот мы начинаем двигаться и мы видим наши координаты. Теперь давайте подведем робота к красному кресту на полу и максимально точно определенного координаты. Это требование в тетради, поэтому мы будем сразу же этим заниматься. Итак, как только мы проезжаем через эту точку, то мы видим и его значение. И я возьму какие-то приближенные, то есть здесь у нас 23. Так, ну или давайте середину прям сделаем. Так, минус 12 и 23. Так, у нас Z практически не меняется, то есть мы сейчас находимся на плоскости. Так, ну и в принципе можно запомнить эти данные, потому что в дальнейшем они нам понадобятся. То есть мы должны прямо в тетради записать, где же мы находимся. То есть координата X у нас... Так, давайте еще раз чуть-чуть двинемся. Это минус 12. Координата Y это 23. А Z у нас 1.25, но ей пользоваться мы не будем. Далее нам в тетради говорится, что чуть северо-восточнее робота находится небольшой холм, высоту которого мы и хотим определить. Давайте посмотрим. Там у нас еще один маркер находится и здесь мы так просто не можем заехать. Давайте немножко ускоримся. Так, все, миссия выполнена. И так, крестик у нас не исчез. Нет, не исчез, потому что мы управляем руками. Только в Тин-версии у нас это происходит. Ну и видно, что высота у нас около 8, но на самом деле меньше, потому что 1.25 мы должны вычесть. И получается, что на самом-то деле около... Так, это 8, значит 7. Примерно 7.5 будем примерно считать. И давайте запомним координаты. Это у нас 15 и 58. 15, 58. Это тоже можно записать в тетради. Дальше нас спрашивают, что высота у нас... Какая? Минус полтора. Ну, примерно у нас получается около 6.5 метров. Теперь давайте перезапустим упражнение с самого начала, как нам советуют. И запрограммируем робота при помощи команды go to, чтобы он двигался независимо от начальной точки. Сначала к красному христу, а затем к синему. И далее нам указывают команды go to. Давайте посмотрим, как это выглядит в тетради. Так, здесь, собственно, у нас идут все вот эти данные, которые мы должны были выписать. Все данные точки. Здесь у нас определяется высота. Ну и поехали. Новая команда, с которой мы познакомились, это go to, которая принимает позицию, координат x и y. Она приказывает роботу подъехать к точке с указанными координатами. Он не обязательно едет прямо к данной точке. Он может попытаться избегать каких-то препятствий, либо крутых склонов. Если к красной точке он поедет прямо, то к синей он не сможет добраться напрямую, потому что там склон очень крутой, и команда go to это определит. И поэтому он поедет уже не напрямую. Все опять же зависит от шасси данного робота, поэтому если он будет гусеничным, то он поедет напрямую. А если к ходячим, то это уже наверняка, потому что он проходит у нас почти по вертикальным стенам. Дальше идут у нас продвинутые упражнения, и мы ими займемся позже. Сначала напишем первую программу. Поехали. У нас есть две точки, которые мы запрограммируем. Причем давайте сделаем так, что первую мы запрограммируем первым способом, а вторую вторым. Итак, point, позиция первая. Мы ее просто создадим, и потом будем обращаться к отдельным ее атрибутам или к отдельным свойствам, и запишем их по отдельности. Нас интересует позиция х, которая у нас равна минус 12, а позиция по игроку равна 23. Давайте сначала запишем обе точки. Так, point позиции 2, и ее мы запишем вторым способом при помощи конструктора объекта, но в сокращенном виде. 15,58. Скомпилируем, и видно, что здесь я забыл значение, что я указываю для первой точки. И как видно, ошибок он не выдает, потому что он точку может записать не полностью. То есть координата z будет использоваться по умолчанию, и указывать ее не обязательно. В любом случае команде go to она не нужна, поэтому этого будет достаточно. Итак, воспользуемся командой go to, и здесь у нас в подсказке совершенно другие значения. На самом деле он показывает другую форму записи. У go to есть несколько форм записи, и мы рассмотрим первую, но это более широкая, и с ней мы познакомимся, когда мы будем работать уже с переменной типа object. Хотя здесь мы точно так же будем ее использовать. Мы можем не создавать точки и указать все напрямую, то есть минус 12,23, а можем и указать позицию, то есть как он нам и указывает, то есть позиция 1. После того, как мы туда доберемся, можем добраться и до позиции 2. Опять же записать мы можем это и следующим способом. Разницы никакой не будет. Давайте вернем такую запись, чтобы оценить полезность данных типов переменных. И как мы видим, он решил объехать, причем каким-то очень странным маршрутом. Ну и собственно он приехал в ту самую точку, где мы и должны финишировать. Давайте посмотрим на усложненное задание. Здесь нам предлагают запрограммировать робота так, чтобы он сначала повернулся на 60 градусов вправо от начальной точки, а затем проехал 20 метров вперед. С помощью итоговых координат можно определить длины двух сторон соседнего прямоугольного треугольника. И далее мы вводим эту длину. Только куда вводить эту длину не совсем ясно. Мы конечно можем ее рассчитать и сверить с ней. В общем нам здесь предлагают позаниматься математикой, но в практическом ее применении, то есть проверить теоремию Пифагора. Интересно, будет ли здесь это работать? Я не знаю. Если мы проедем 20 метров, то именно вот эта вот высота у нас будет равна половине от 20 метров, то есть 10. А здесь нужно уже будет решать по теоремии Пифагора. И здесь значение будет уже неточным. Нам предлагают просто на практическом примере это решить. Ну что ж, давайте сделаем это. Итак, поворачиваемся направо на 60 градусов. Далее проезжаем 20 метров. Нас интересует игрок, он должен быть ровным. Да, вот у нас игрок 10, а Х у нас получается 17 и 32. Но опять же это значение неточное, потому что там будут квадратные корни и значение будет уже приблизительное. Но по крайней мере игрок у нас действительно совпал. И мы точно можем подтвердить, что катет, лежащий напротив угла в 30 градусов в прямоугольном треугольнике, равен половине гипотенузы. Мы это подтвердили. Во второй задачи нам необходимо найти длину вот этой стороны. То есть у нас есть 5, 12 метров. Здесь уже не прямоугольный треугольник, но сделать его прямоугольным будет несложно. Тем более нам предлагают найти не только длину третьей стороны, но еще и высоту данного треугольника. Решить эту задачу напрямую уже будет нельзя. Поэтому нам предлагают найти координаты верхней угловой точки, то есть вот этой, и вычислить ее расстояние от начала координат. Но чтобы это сделать, нам придется сдвинуть вот это все на 12. То есть мы перемещаемся, то есть делаем как бы параллелограмм. То есть мы ехать будем не вправо, а влево. И поворачиваться мы будем не на 80 градусов, а на 10. И проедем всего лишь 5 метров. Таким образом мы найдем через координату y высоту данного треугольника. Далее к координате x нужно прибавить 12. И это и будет та самая точка. И тогда по теории эмпифагора действительно мы можем вычислить все остальное. Но давайте сделаем так, чтобы робот нам и так это все сообщил и рассчитал. Третья программа. Мы поворачиваемся влево на 10 градусов и проезжаем 5 метров. Теперь мы будем находиться в определенной точке. И давайте сохраним эти координаты. Создаем точку с координатами в нашей позиции. Ну а здесь мы немножко забежим вперед, потому что данную задачу нужно решать как бы на бумажке при помощи роботам. То есть мы отгоняем робота, считаем его координат и дальше все это делаем. Здесь мы поступим несколько иначе. Мы можем посмотреть нашу текущую позицию и попросить робота запомнить ее. Поэтому наша точка будет считана прямо с его. То есть мы обращаемся к нашему роботу как к объекту, к самому себе. А он к себе обращается как этот. То есть он сам к себе и дальше мы уточняем. И здесь у нас есть такое свойство у объекта как позиция. Да, мы немножко рано забежали в это все. Но вы можете решить эту задачу самостоятельно на бумаге. То есть давайте вы этого всего не видели. Вот наши значения. Вот у нас сыгрок. Это наша высота 4,92. А х у нас минус 0,87. Это приближенное значение. К нему прибавляем 12. Но я хочу, чтобы эту задачу решил робот. То есть сейчас у вас есть все данные, чтобы решить по теореме Пифагора всю эту задачу. Но я хочу сделать это иначе. Чтобы робот сам это все нашел. Но для этого нам придется забежать вперед. Итак, раскомментируем данную вещь. И теперь мы сразу можем уже определить высоту. Она у нас есть. Флот. Высота. У нас будет равна как раз вот этому игроку, на который мы сдвинулись. Все, высоту мы знаем. Далее узнаем второй катет. То есть длина. Но в нашем случае это будет не длина, не 12 метров. А вот это вот место сдвига. Я обозначу ее таким образом. И она равна позиции по иксу. И мы к нему прибавляем 12. То есть таким образом доводя его до параллелограмма. И вот это значение мы определили. Ну и теперь мы выведем результат. И рассчитаем его по теореме Пифагора. Выведем его на экран. Ну и гипотенуза равна квадратному корню и сумме квадратов катетов. Катеты вот у нас high и len. И соответственно мы берем квадратный корень из суммы этих квадратов. То есть len умноженное на len плюс high умноженное на high. И таким образом робот нам сам скажет это значение. Ну и собственно вот она длина третьей стороны. А высота это 4,92. Ну надеюсь я ответил на данный вопрос. Я мог бы конечно поснимать бумажку. Как бы я это решал на бумаге. Но я думаю это уже не так интересно. Но в любом случае в комментариях вы можете указать, что я не прав. И нужно делать вот таким образом. Если у вас есть что еще сказать, так же пишите в комментарии. Ну а на этом я прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Рекомендуйте этот канал знакомым и друзьям, если считаете его полезным. И до встречи в других видео. Всем пока.